Но если с вот такими наездами на предприятия полиция еще может разобраться, то есть целые отрасли криминальной экономики, в которых победить преступников не так-то просто. Хуже всего с автоугонщиками. Например, вот статистика за прошлый год. Из почти 9 тысяч угнанных машин законным владельцам смогли вернуть только малую часть. Существует ли надежный способ защитить свою машину? Любовь Кукла продолжит тему. Угнать за 60 секунд. И может это сделать два школьника. Абсолютно неподготовленные люди. В Украине за последнее время количество автоугонов выросло аж в 4 раза. Только в Киеве грабители похищают по одной машине в час. Уводят все, что ездит. От элитных Бентли и Лексусов до народных Ланосов и Копеек. Угонщики не боятся вскрывать тачки даже на глазах у прохожих. Машину угнали средь белого дня. Это видео с камер наблюдения достали владельцы Ауди. Воры угнали автомобиль поздно ночью. Ни сигнализация, ни парковка прямо у окон квартиры не спасла. На кадрах четко видно. Машину попросту утащили на тросе. Я врань пришла с работы в 6. Выхожу выгуливать собак. Машины нема. Разумеется, авто по сей день не нашли. В полиции разводят руками. Ведь подобных случаев десятки тысяч. Куда циничнее угонщики поступили с семьей Светланы Крышень. Женщина с мужем на последние деньги купила поддержанный Деуматис. Все ради ребенка-инвалида, чтобы возить по врачам. Мы приехали с занятий с дочкой. Поставили машину возле дома. И где-то это было 3 часа дня. В полпятого муж вышел в магазин. Машины уже не было. Но на этом воры не остановились. На следующий день позвонили с предложением выкупить авто за 500 баксов. А только Светлана написала о краже в соцсети, в полку злоумышленников прибыла. На арену вышли аферисты. И тут пошли звонки. Каждый звонивший говорил, что машина у него. Все только дело было в том, сколько просил денег. То есть одни просили 100 долларов и максимум нас попросили 20 тысяч гривен. Подобные аферы практика обычная. Родом из соцсетей. Злоумышленники мониторят группы, в которых объединяются жертвы угонов. Предлагают купить у них информацию. Ведь пока человек в панике, он готов практически на все, чтобы вернуть любимую машину. Знаете, в 99 випадках это брехня. Оскільки, если вы хотите объяснить, что действительно эта особа знает именно про ваш автомобиль информацию, запитайте те, чего больше никто не знает. Например, какой был колор керма в автомобиле. Какая была магнитола в автомобиле. Какой марки были колонки аудио в автомобиле. Масштаб угонов приобрел поистине промышленный размах. Сколько я угнал? Лично я угнал, наверное, машины 4, а силы 5. Владимир Шаповалов человек, что называется, бывалый. Даже отсидел за кражем. Теперь завязал. И уже телеконсультация дает. Как не стать жертвой? Говорит, если раньше угнать тачку особых усилий не составляло, то сейчас грабители становятся изобретательнее. Некоторые даже театральные сценарии расписывают. Он может спокойно проезжать и перед машиной упасть с велосипеда или с мопеда. Он, естественно, выйдет с машины, ключ оставит в зажигании. Это однозначно дверь открытая. Он побежит помогать ему. Все этого только и надо. Тогда же он банку просто привязал, да, жестяную. Он же не смотрит назад, он садится и едет. Шум. Он же выходит, естественно, опять оставляет зажигание и идет смотреть, что же у него там сзади. Этого тоже достаточно. Угнать автомобиль для профессионала – дело максимум пяти минут. Удочка так называемая. Это тот, кто ты, хозяин, нажал сигнализацию и пошел домой. За ним идет человек. Дома, ты находишься дома, ему не обязательно там быть возле двери. Он может просто стоять в подъезде, ловит сигнал его от вашей сигнализации и передает мне, а я стою возле машины с граббером, да, код-граббер. И эта удочка выключает полностью всю систему. Но чаще всего удочками и грабберами пользуются на открытых парковках у магазинов, к примеру, как здесь. Ведь такие паркинги не охраняются. И если вора у вашего дома могут спугнуть хотя бы соседи, то здесь за вашего авто никому нет дела. Не существует замков, которые невозможно открыть. Об этом говорят специалисты по защите. Даже самую дорогую сигнализацию можно взломать. Если у меня будет неделя времени, это вопрос времени. Угон вопрос времени. Насколько это? Если у меня будет неделя, то машина уйдет. Ну, у гонщика, не у меня. Будет неделя, то есть он уйдет. У нас самая длинная попытка угона была, это с 12 ночи до 6 утра. Количество автоугонов увеличилось с началом войны на Донбассе. Сейчас целые потоки кратеных элитных машин через серую зону АТО. За полцены идут за границу. А вот на запчасти грабители берут в основном евробляхи. Ведь такую машину искать точно не станут. Тачек на евро номерах нет в базе данных. Их массово выкрадают, и массово завозят, потому что автівку фактично не можно відслідкувати. Низька цена. Питание проблемности автівки занимается. К сожалению, побороть волну автоугонов пока не удается. Да и шансы найти украденную машину мизерные. Любовь кукла Геннадий Аникеенко, Наталья Неделько и Евгений Пахальщук. Подробности неделем телеканал Интер. И вот согласитесь, если бы в Украине работала простая вещь, видеофиксация нарушений на дорогах, вообще отслеживался бы поток автомобилей в реальном времени, то это существенно усложнило бы жизнь автоугонщикам. Камеры на дорогах наши правоохранители обещают регулярно. На этой неделе спикер МВД Артем Шевченко в очередной раз пообещал, что видеофиксация заработает в этом году. Кстати, сейчас полицейские даже протоколы о превышении скорости не составляют. Ждут, когда это можно будет делать в автоматическом режиме. Но эти планы опять может похоронить одна вещь. Евробляхи. Не забывайте, что на наших дорогах по разным подсчетам от нескольких сотен тысяч до нескольких миллионов машин с европейскими номерами. И если водители таких машин нарушают правила, то куда и кому отправлять квитанцию о штрафе? Не в Польшу же, не в Литву, где машины все еще стоят на официальном учете. Так что сначала политики должны как-то легализировать евробляхи. А уже потом и в нашей стране сможет появиться цивилизованная система видеофиксации нарушений на дорогах.